Ну что же, давайте вернемся к поиску станции Аддермир. Вот. Мы здесь что сделали последнее? Вот миди-бланшар, мы закопали трупы. Мы заплатили и проваливаем. А что это? Что это? А не стоишься с ценаателями? Я тебя убью. На силу однажды мы подгребем под себя весь город. О, как интересно. Крысы. Трупики лежат. Так. Руны, да? Ближайшая руна 20 метров, да, как раз? Остальное все осталось позади, надо туда вернуться и надо еще поубивать там людей. Вот. Но вот эта руна ближайшая, да? Она где-то... Так. Что там происходит? Какие-то граждане, они, в смысле, со мной нормально будут общаться или они меня будут испугаются? Рыбам на корм. О, брат мой, прошло 63 дня, ветер крепчал китобой огоня, а сон не идет и сводит брюшко, ведь ночь так темна, а море так глубоко. В то лето пошел я на старый баркас над курера солнце светило как раз. Ну, я, например, ту мелодику пою, которую они поют. Сейчас лишь буря над лодкой моей, коль не утону, то замерзну ей, в черные волны кидает на шторм. Брат, не дай мне пойти рыбам на корм. Рыбам на корм. Рыбам на корм. рыба на корм. Ну примерно. Вроде тут... Никто не переживает. Луна внизу. Как туда попасть? Все время я пугаюсь крыс, а они тут просто в общем... Видимо это как-то... Там, значит, бесконечно пугаются трупов. Ну в общем-то и ладно. Как-то здесь, да? Ага. А как туда попасть? Это очень интересно. Они как соседей, да? Или под водой, подожди. Ага, под водой хер тебя. Как эту руну достать, ёпты? Вот, видимо, какое-нибудь надоумение, да, наверное, какое-нибудь, которое там в щель пролезать можем. У меня руна всего одна. Вот где это умение было? Не гипноз, а вот лёгкая тень. Лёгкая тень, наверное, тоже местная, но следует приходить врагам слишком близко. Вот такое ощущение, что... Чё ещё тут? Можно лазать по красивым нормам. Вы двигаете быстрее. В лёгкой тени можно бить, оглушить. В лёгкой тени можно... Короче, это что-то классное. Вот. Но нам недоступное. И, возможно, только лёгкой тенью сюда можно пройти. Или притягиванию, может быть, можно было бы это делать. Тут притягивание же есть. Что за сведения? Миндзя обесточила пути, ведущие на терпание. Можно пройти. Ну, ладно. Раз уж мы сюда вернулись, а, собственно, мы хотели сюда вернуться, то надо убить всех, кого мы не убили. Да, вон остались товарищи. Вон он. Да, они побежали сюда. А я от них уже убежал. Я не люблю это. Что это? Слушай! Ты все сказал. Ты не спрашиваешь! Ах! Хм! 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 Кто еще на меня? Нет, я не это хотел сделать. Как там запустить-то адреналин? А, контрол левая, все понял. Кто открыл эту дверь? Я. Блять! Короче, тут эти все появились, я так хорошо их убивал. Я хочу всех убить. Мне кажется, надо всех убить. А что, это тоже, это тоже боец, да? Вообще, можно было с ним поговорить. Так, с этим разобрались. Ммм, тут всякие полезные штучки. Трупики, трупики. Бля, да что ж такое-то. Сейчас мы всех убьем, не переживай Надо немножко освоиться, конечно Со всем, что мы делаем Так-то мы неплохо, в принципе, сейчас шли Это просто человек А какой-то там рабочий непростой Все нормально, все нормально Кто-то увидел Да блядь Почему Сейчас, сейчас, сейчас Так, одного, второго Да еб ты Почему Что же не так-то, а Видимо, их тут очень много На большой уровне сложности Вот, вот, вот мое все желание всех убить Почему я его не убил сейчас одним ударом? Вот, почему не всегда это работает, а не врубавился Все нормально Все нормально Все окей Один там наверху, вот Все хорошо Блин, вот эта стрельба в ногу, это, конечно, очень хорошая штучка Оно реально их надолго Не просто, вот в тело стреляешь, им похер Бля, граната мимо пролетела Я вернусь Сюда Сейчас уже более-менее чуть-чуть Приходим в себя Осваиваемся немножко Потому что это девчонка Подожди, это к чему было, я почему-то не прочитал Не увидел чат Ух ты, это кто такая? Это что-то новенькое Женщина-офицер, гвардеец? Интересно Так, ты свидетель, извиняюсь Окей, в общем, да, мы устроили Массовое убийство всех, кого можно Нормально все? Окей, нет, ты свидетель Значит, я тебя убиваю Так, а что тут у нас? Не задерживайтесь, мы ищем следы ереси Что, здесь? И меня в опасство Запекли внутри Никого не позволяют внутрь Рядом есть руна или амулет, окна открыть нельзя Надо через днис, видимо, как-то идти Я не чувствую себя безопасностью Что не так с городом? Родители из ТВ А я родилась здесь Так, мне нужно попасть туда Нет? Сейчас, ой, не то, не то, не то, не то Сердце Да, придется убрать, как бы, эту руну Отключайся Не понял Вот Он туда хочет попасть, в круном Так Ага, можно туда попасть Ага, там осы тусуются Давайте их сразу убьем Так Это, видимо, альтернативный путь Ой, бля Окей, рискуем Так, нормально, 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 нормально Нормально живем, пока живем Существуем Вот тут всякие штучки жизни, здоровья Пистолеты, пистолеты, гранаты Все Как подобает Ну, они вот в доме, я там, а как туда попасть? Просто секретное место, что ли, такое-то? Попасть сюда, не попасть никак Какой-то просто край карты Не похоже, чтобы это чем-то помогло О, в смысле Ну, отсюда мы пришли А что происходит? Кто, кто нас увидел? О А у меня вопрос Они спавнятся? Или их просто какого-то много А, вот же еще крыша Собственно Мы ее изначально даже видели Ну, запрыгивай Запрыгивай Ага, вот тут край карты, да? Там что-то происходит О, слетают Окей Так, подобрали амулет Что за амулет? Альбино Стая больше белых крыс Ну, мы, по-моему Это если мы создаем стаю, да? Забытая тетрадь Это было 3 года назад У меня отключился ноутбук Твою мать Сейчас Я не вижу опять же, что мне пишут А ты здесь серьезно нужно свидетелей убирать? Или ты прикалываешься? Да я не знаю Я прикалываюсь Но они там, видишь Они там бегают Охране сообщают Поэтому можно его убрать В принципе Что бы не убрать Небо над Карнакой Было усыпано звездами Я помню все совершенно отчетливо Потому что в тот день Я потерял работу в королевской консткамере Я провел всю ночь на крыше Пил и смотрел на эти далекие Светящиеся точки Ища у них ответы Четко проявилось одно созвездие Кит с яркой голубой звездой На месте глаза Оно было красивым Будто смотрело на меня Сочувствием На следующий день Когда моя голова Я все еще болела После выпитого Кое-что нашел в уличной луже Оно было сделано Из китовой кости Украшено странными знаками Это амулет удачи Решил я И он действовал некоторое время Дела пошли на лад Но теперь моя удача Покинула меня Как и все Все О ком я заботился Как и все Чем я владел Это глупо Но я снова поднялся сюда В надежде Что если снова увижу В небе доброго кита С глазом звездой То все опять наладится Я буду ждать и смотреть Когда он вернется Я помашу ему Буду надеяться На еще одно благословение Я не знаю Что мне еще делать Я тебя отправлю к киту Вот И бутылку к тебе отправлю Вот Так Давайте разбираться Как упасть в этот долбанный дом Вот Тут альтернативные пути Видимо были Да Сейчас Ух Ёб ты What the fuck Как что это сейчас было Почему я так улетел Опять отправлять его Опять убивать эту пчелу Опять читать книгу Опять рубить эти две бутылки Опять одну бутылку Отправлять с ним Все Вот тут выше ничего Нету Никаких ходов Там как бы крыша есть Да Но я до нее Не добираюсь Ай Че ты Не-не-не Это все не добираюсь Сейчас Вот тут есть балконы Да Там есть Далековато Да Все А если я сделаю Как-нибудь Вот так вот Смотри Сейчас по-тупому Сделаю Но я сохранюсь Типа Ага Хер Окей Да Я не могу безопасно Приземлиться Потому что сохраняется Импульс Вот оно Че Вот у корова По-моему Или нет У корова Тоже сохранялся Импульс Наверное туда можно попасть С балконов Единственный вариант Это наверное В воду прыгать Ну давайте попробуем Да О Цепь Давай-давай Зацепляйся Сюда Нормально никто же не услышал Добрый брат Гарольд Тайное письмо На прошлой неделе Когда мы поговорили В каком он был состоянии Как хорошо Как хорошо Что ты отвел меня в сторону И дал совет Я впустил его в свое сердце Вижу теперь Что ты прав Да Мне следует пройти Ритуал очищения Вот что меня ждет Я хорошо это знаю Ты наверное не знаешь Но я уже проходил Этот ритуал 3 года назад Я был молод и силен Но все равно был На волосок от смерти Могу ли я попросить Тебя никому Не рассказывать О нашем разговоре Разумеется В ближайшее время Я подготовлюсь к ритуалу Хотя признаюсь После нашей беседы Мне уже стало намного лучше Никакого сравнения С тем возбужденным состоянием В котором ты меня застал Ко мне вернулись Покой и ясность Правда мне лучше Во всем брат Честер Пришли сожрать чужую еду Это классика Вот там Кого-то убили Кричат О, ловушка Это знакомый механизм Что? Кому-то плохо Говорит Зараза Говорит Ура Окей Дорода умирают Гниют Мы видели это в Дануэле 15 лет назад Хочешь вернуть год Когда ты стала тем, что ты есть? Не отрицать Не отрицай Крыс в колебелях Черный дым Над трупами Плач по всему городу Все возвращаются Ты дома Добро пожаловать назад Это твой город Город для таких Как ты И город Королевского Убийца Окей Так, я подобрал много рун Да? Теперь у меня 3 руны Я что-то могу Докупить Например Ой, я домино не использую Я долбить Долбача На все остальное По 4 руны Да, нужно Ну, давайте Пассивные вещи развивать Сейчас Живучесть Создание амулетов Реакция Сверхчеловеческая реакция Позволяет Сотрезительникам Отчеты Какие Сосредоточены Подкаты Замедляйте время В подкате При прицеле Стрелковым оружием Ой, это классно Отражайте снаряды Ближайшего врага Тоже круто Время, чтобы Поставить бок Увеличено Быстрая реакция Быстрая реакция Ну, давайте Реакцию увеличим А то Ну-ка, давайте Ближайших врагов Все отражать Мне нравится Эта идея Вот, где-то Еще, да, рунка А, вот Так, и что За амулет Мы подобрали Дух воды Вода из фондачков Снальтман Ну, пока Мне-то не надо Давайте Обыщем дом Письмо от Минди Амадео У тебя на спине Интересная татуировка Где я взял Такой рисунок Давай поговорим Об этом Приходи в ведьмину руку И спроси Минди Не пожалеешь Я знаю Свою букву Еще парочку Так, ну здесь же Мы вроде Да, все Находится на той стороне Ладно, давайте Двигаться дальше Короче, тут очень много Вариантов Как продвигаться По уровням Это, конечно Прекрасно Опять гвардейцы Гартистские шапки Итак, итоги Да, я не понял Они спавнятся Или что Знаете, что Хочется перепрограммировать Эту стену Я не знаю А, не-не Это пока, по-моему Невозможная стена Кстати, там окно, да? Хочется убить Этого товарища Никого нету, да? Больше Да Я здесь Все нормально Все Оставил за собой Тонну трупов И доволен А, подождите Ну, раз уж мы так вот делаем О, смотри Там кто-то есть, да? Там, по-моему, просто Гражданские какие-то, нет? Вы кто такие? Извиняюсь за запах Съел что-то нехорошее Ой, у меня опять надупит Все А где женщины Слуш jar И они Почему там только мужчины? Женщины вроде как В рукавом клане Там все слепые Но вряд ли им Развешат быть вместе Мужчинам и женщинам О, они интересно Что-то разговаривают А бац-то У кого-то не нравится Я снял Синий Я снял Об украл Об отдельности Че-че-че-че-че-че-че-че-че? Ну, короче, Какие-то милые горожанки. Нет, ничего не хочешь сказать? Сколько ждать, чтобы с тобой поговорить? Ну ладно. Окей. Ну, кажется, ну уж все уже должны были быть убиты. Так, единственное, даже амулет не подпускать. Ближайшая руна внизу, ее хер знает, как поднять. Это очень жаль. Амулеты, не знаю. Амулеты все прекрасно, но очень лень мне подбирать амулеты. Надо забраться наверх куда-нибудь. Тут надо прям забраться так, чтобы... если чего убивать людей? Я покажу, Леслия Пастор, полоску не пропустят. Адамайер закрыт для посетителей. Попробуем еще раз. Нам надо доктору гепатии. Станция Адамайер. Отсюда я доберусь до института. Так, ближайший амулет вон там, да? Но амулет как бы хер снял. Вот люди, вот людей надо, конечно, убивать. Вот это то, что я вам могу сказать точно. Людей надо мочить. Вот это, вот это я вам говорю истинно. Что это такое? Банк, что это? Гвардеец. Что, далековато, что ли, не все? Так, вот мы их объединили, а теперь можно сделать так. Все, готово. Хова! Круто, да? Убили в голову. Так, надо ним бросить гранату, мне кажется. О, да! Супер! Ну и только немножко гранаты мимо. Чуть-чуть. Какой человек? Не сделай меня искать свое место. Ну блин, к сожалению, гранату немножко неэффективно кинул. Все, я всех обыскал. Что, кто-то доферена? Ладно, за амулетом. У меня же есть мина, да? Сейчас, подожди, не оглушающая, а нужна... А, блин, только оглушающая. Ладно, давайте поставим одну. Они все равно придут посмотреть. Да. Да. Да, это место для Катерина. Я не буду искать одну из них. Да, я в курсе, что рядом есть руна. Ага, надо узнать код. Наверняка здесь... Попробуй уничтожить меня. Да? Что там происходит, всем быть на чеку? Лик, выходи. Мы все тебя ждем. Ничего. Черт. Пусть они там пугаются. Так. Там предлагают, типа, понять, как открыть сейф. Сейчас, значит, надпись, да? Ммм. Вот, если вы можете открыть сейф, серебро ваше. Осталось только найти код от этого сейфа. Кто-то вломился, говорит. Ммм. Я же здесь уже не зря. Надо же, наверное, найти этот амулет дурацкий. В смысле, код. Что здесь можно наверх пойти? Что там? Ужас уровней просто пипец. Более гигантских нельзя было сделать. Все же хочется изучить. Картина. Нет, ее нельзя взять. Что-что-что? Ключ от комнаты доктора гепатии. О! Это комната доктора гепатии. Очень интересно. Интересно. В общем, я там оставил кучу трупов. Пусть они, в общем, разбираются с этим. А. Так. Да не ори ты. Труба. Так. Труба, это хорошо. Одного чела вырубило второго. На наших глазах. Это хорошо. Очень приятно. Квартира. Похоже, это квартира алхимика. Александра гепатия. Найс. Можно было как-то еще иначе сюда добраться. Страж гнезд. Александрия. Я всегда думал, что рассказы о стражах гнезд это сказки бред непьяных шахтеров. Хотя гвардейцы сообщали о воинственных жителях при защитке гнезд трупных ос. Итак, на этой сребрографии изображено нечто странное. Мы можем лишь заключить, что терминальная стадия осиной лихорадки случайно привела к необычному поражению мозга, при котором носители одержим идеи защиты гнезд. Трупные осы, в свою очередь, не трогают больного. Это своеобразный симбиоз. Мы не стоим удивляться результатом исследований трупных ос. Если бы нам удалось достать образец мозга одного из этих хранителей, мне хотелось бы поставить пару опытов на крысах в собаках в лаборатории. Я кинул какую-то... Я не простую бутылку кинул какую-то. Какую-то бутылку с газом. А, бутылку с хлороформом. Наверное, так можно усыплять людей. Но мы не играем таким образом, к сожалению. Аудиограф. Я провожу все меньше времени дома. Но того требует работа. После фатальных ошибок с моей первой сывороткой, я как никогда полна решимости помочь шахтерам. Передать невозможно, как герцог и его дружки издеваются над рабочими. Пока он не образумился, будет делать все возможное ради облегчения жизни их семей. Я одержима этой работой и ее последствиями для всех обездоленных Карнаки. Учение оригинальных шумных лексиров, навело меня на любопытные мысли. Я найду Гепатию и выясню, что известно о королевском убийце. Так, окей, у нас только, да, у нас амулет здесь остался, который неизвестно как найти. Так, темный туалет. О, доктор Александр Гепати, Адермир. Что творится в Адермире? Что нужно герцогу и как это связано с Делайлой? Все, забрал большой портрет. У меня, для меня интересный все-таки момент, это, 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 как открыть этот сейф. Видимо, где-то должен быть внизу секрет, этот, информация об этом. Нет? Вот. Нет, закрыть дверь можно. Так, давайте не торопиться. Ключ. О, еще один ключ. Дорогой Кирилл, в последнее время я работаю допозднаю, наверное, мне лучше оставаться на ночь в Адермире. Знаю, это вредно для здоровья и кому, как не доктору, это знать. Ты совершенно прав. Но у меня такое предчувствие, что на пороге важного открытия, чего-то такого, что улучшит Адермирскую микстуру. Не мог бы ты несколько дней поливать мои растения? Все равно у тебя получится лучше, чем у меня. Я всегда забываю. Если понадобится, принимай эликсир из моих запасов. Надеюсь, Каролина скоро поправится. Твоя соседка и подруга Александрия. Вот. Это нахер не нужно было. Интересно, какой здесь может быть пароль? Что там? Никто не проснулся вроде. Горожанин. Можно я кассу ограблю? Деньги или кровь? Каждый заплатит мне все, что причитается. Код для состязания. Я установил комбинацию 5-6-6. Да, мы продолжим соревнования по открытию сейфа. Может, никто не придет, а может, придет дюжина, как пять лет назад во время парада рыбодорговцев. Уверяю тебя, никто из этих толстоловок докеров и их женушек не угадает комбинацию. Мы проводим конкурс только для привлечения покупателей в магазин. Если повезет, они расскажут об этом друзьям за пивом или семье за обедом. Они же не знают, что там внутри и сами додумывают. Рассчитывают, что здесь сокровищница башни Дануова. Но нужно торговать так, что продолжаю и быть повежливой с болванами, которые их пытаются открыть сейф. Так, ну, вроде... Вроде этот товарищ не интересуется тем, что я граблю кассу. Нормально же? Да? Все же хорошо? Да? Просто подметает, ну и пускай. Так. Но, возможно, когда я открою сейф, он решит, что веселуха закончилась и придется его убить. Пистолет, амулет. Ах, что я нашел? Горькая кровь. Трупный воссо держится ближе к гнездам. Ну, давайте возьмем вот на всякий пожарный. Потому что, видишь, я люблю восс впитываться. Как дела, горжанин? Вообще, да, рельсы типа обесточили. О, смотри, смотри. Что-то там застрял, да? Надо ему помочь, наверное. Видишь, он танцует на лестнице. Все нормально? А, кстати, по поводу вот этого сейчас умения. Все-таки смертельную тень надо, наверное, делать. Прощать тело убитых врагов в тень. Но тут нужно две руны. Так, тут кто-то спит, да, вот эти? Все, больше не спит. Нога. Еще кто-то из них должен был спать, нет? Должно было двух людей усыпить, по-моему. Ну, они, по-моему, все трупы, да? Кто-то там? Что? Кто меня заметил? В смысле? Стой, где она, говорит? Кто-то меня услышал, видимо, да? А, ага. Так, ой, надо не забывать связывать. Я не в движении. Покажи себя. В этом смысле. Покажи, я не могу быть с ним. Готово. Вот так вот. Играли в картишки и доигрались. Так, вроде что-то интересного нету, да? А, забирайся! Че за вздохи-бохи? Так, окей, давайте вернемся вниз, там наверно что-нибудь интересное есть. Даже воздух какой-то странный, что-то будет гореть. Так, о, спишь на службе? Все, вот как бы и молодец. Так, зачем его убил, чтобы что, чтобы ничего, да? К товарищу тебе дойти не смог, какие-то офисы тут, да? Какие-то бараки. Окей, ну давай, вылезаем, как мы вылезали. Блять! Готово. Я не то сделал, что хотел, но получилось неплохо. Че, теперь залезть не могу, я хотел сверху разбираться. Ну, только так, да? Ну, вроде, все, осталась только одна руна, которую я не знаю, как достать, потому что я лох. Мог, кстати, когда подопал руна, я, наверное, мог тень апгрейднуть, но я все еще лох. Вот. Ох, ни хера себе. Так, мне кажется, я начал разбираться, как работает инерция, то есть я мог бы... О, смотрите, отсюда было видно сразу нашу задачу. Видите, вон мы там приплыли. То есть, если я делаю как-то вот так вот, да? В воздухе, продолжая движение, то, по-моему... Блять! Я чуть не сдох. Я улетел просто вообще невероятным образом. Так. Все вроде? Ну, что тут нету? Ну, поехали тогда. А, надо обязательно выйти, да? И зайти. Выйди и зайди нормально, да, как говорится? Погнали. Отправиться в Эдермирский институт. Чух-чух-чух. Неужели мы прошли этот уровень? Он не такой уж и большой, но он просто наполнен содержательно. Врагов 44. Еще двух мирных людей. Скрытный режим 0. В вторжении 28. Милосердный? Нету. Полный, короче, штурм и смертельный. Я хочу скрытный смертельный, но мне не получается. Потому что его руны, да, не все, к сожалению, собрал. Зато и денег тоже не все. И картины все, и чертежи не все. Ну и хер с ним. Продолжим. Добрый доктор, устраните королевскую убийцу того, кто убивал ваших врагов, чтобы скомпрометировать вас. Отыщите вашего старого союзника Антона Соколова, которого в последний раз видели именно от Эдермирского института. Александр Гепатия, возглавлявший институт, это возглавляющая. Наверняка сможет вам что-то рассказать. Эдермирский институт инфекционных болезней. Главный алхимик Александрия Гепатия. Здесь были солнечные галереи для аристократов, а теперь здесь проводят алхимические изыскания. Королевские убийцы действуют от моего имени, но я положу этому конец. Говорят, доктор Гепатия гений, но если она имеет отношение к чему королевскому убийце она заплатит. Очень долго субтитры идут, пока я уже сам перевел. Дождик пошел. А интересно, дождик пошел от высокого хаоса? Или такой вот уровень дождиком? Выглядит игра... Ауфигительно! Она не новая. Выглядит хауфигительно! Я не знаю, движок этот Тайди Тек, очень классно на нем они все сделали. Ну, Край Тек, на котором Прей, по-моему, не так интересно. Враждебная территория. Рядом есть руна или амулет. Окей, враждебная территория. Погнали на враждебную... Чуть-чуть сейчас пройдем враждебную территорию. Личному составу. Смена караула в полночь. Опоздавшая служба на дежурство вне очереди без оплаты. Много тут всего. Ближайший амулет вот здесь. Внизу, прям под нами. Ну-ка, давайте посмотрим. Как туда попасть? Смотрите, тут какой-то... Мне кажется, там как-то спуститься, видимо, можно, да? Сейчас. Ой, так и упасть можно. Да, вот. Да? Давай. Сприк! Это я сейчас очень интересно. Она зацепилась. О, груша, монета. Я подобрал какой-то амулет. Горячий коктейль. С другой бутылки поражает больше радиус. Ну и здесь, и пусть. Так, окей, теперь у нас как там, что у нас происходит? Руна 72, руна 77, аскорянный амулет. Руна 71, 78, 86. Ага, ага. Вот здесь ближайшая руна на 46 метров. Будем двигаться к ней. Ну-ка, что мамашка расскажет нам? Когда-то это был мой мир. От самых северных берегов до южной Карнаки. Если бы я не умерла, может, этот мир был бы другим? Ты уже это говорила. Я слышу смех. Где-то еще веселье, радость. И песни. Уйдай. Я выбрал какой-то странный способ путешествия. Мне почему-то кажется, что там что-то может быть поинтереснее, если я попробую так по камням обойти. Нет, здесь все интересное закончилось, к сожалению. Понятно. Ну, можно наверно наверх здесь попасть, да, наверно? Да, можно. Причем это случилось, почему-то моментально. А здесь что? Ну, я туда пришел. Бл-бл-бб-бл-бб! Бля-б-б! Бля-и-и-и-и, ш-т! Я щас упаду! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-о! Так, окей. Ммм... Во! Могу! Найс! Стали, не закрыть. Конечно, нет. Чё такое? Чё за проблема? Чё-то есть поближе, что ли, сейчас теперь? А? What? Блядь! Я закрыл окно, и оно меня убило! Я случайно закрыл окно, я хотел убрать метку амулета. А вместо этого я закрыл окно, блядь. Пиздец. Это часть комплекса давно заброшена. Так, чё здесь ближайшее? Руна 47 как будто бы, да? Ну, такое ощущение, что да, все остальные подальше. Я залез в неплохое место, заброшенное место. Может быть, мне удастся хоть что-то пройти стелсом. А может быть, и никогда не удастся. Архипелаг. Гнилая груша. Обожаю гнилые груши. Крыс такие веселые, бегают, веселятся. Так, я же ничего не пропускаю. Такое ощущение, как будто там дыра в потолке. Нет. Просто пол обваливается после потолка. Ничего такого интересного. А крысы то ли от меня убегают, то ли просто сами играют. Сами по себе. Каркофейни. Окей. О, Адермирский институт. Где я сейчас нахожусь? Как вы думаете, интересно? Первое, доки. Это я туда пришел, да. Второе, консультация. Третий, обеденный зал. Седьмое, большой зал. Шестое, кабинет доктора гепатии. Я немножко не врубаюсь в это. Вот. Кабинет доктора гепатии. Отделение для выздоравливающих. Вот. Ну, в общем, я не врубаюсь. Чтобы открыть дверь, нужно, конечно, сломать. Блядь. Так. Блядь, тихо, тихо, тихо. Убей. Давай, стреляй. Что за херня? Амина что? А, блядь. Он ее дверью отфигачил просто. От двери она отлетела. Ну, что ж сказать. Ладно. Ладно. Я, я, ладно. Я, окей. Так, разрушенный вестибюль. Это, конечно, очень замечательно. И в это время в разрушенном вестибюле какой-то солдатик одинокий ходил, да? Руна где-то там внизу. Мне кажется, надо на... Ты уже здесь несколько месяцев. Ты же знаешь, что тебе в кабинет гепатии нельзя. Прошу вас, доктор гепатия и за пару часов осмотрит. Моя дочка семилетняя сломала ногу, ты спускал в воду шахтера. Машинок уже столько пылью кашляет. О! А, это выключение, да? Боюсь, я ничего не могу сделать. Доктор гепатия больше не принимает пациентов. И сижу, теперь распоряжается гвардия. А ты, как мне кажется, не работаешь, а только создаёшь проблемы. А вон сзади можно переформатировать стену. Где доктор гепатия? Посади её под замок. Что? Нет, у меня же дети, пустите. Так, подожди. Подожди, что он сделал? Ну и убил? Кого-то убили, говорит. Ну, конечно, это был я. Так, окей. В общем, я начал всех убивать. А, на бессознание просто. Она просто бессознание. Ну ладно. Это меня успокаивает. А то я подумал, что я опоздал спасать людей в то время, как я всех убиваю без остановки. Так. Там где-то внизу руна, да? А сюда мы зачем идём? Не знаю. Просто потому, что я могу сюда пойти. Сейф. Печатная машинка. Сейф это, конечно, поинтереснее. Телевизор. Нет, это просто доска. Так, так, так. Вот это хорошо. Вот это мы хорошо зашли. А этот сейф уже не открывается. Да, очень жаль. А что здесь случилось? Что это такое? Ох, черная жертва королевской убийцы. Письмо лейтенанту Валенте. Дорогой, я знаю, что герцог Лука, презренный человек Лука, да? Но дойти до использования этого чудовища в политических целях, прошу тебя, не поступай опрометчиво. Я знаю, что ты хочешь уволиться с гвардии, но пока ты в Адармире, я боюсь за твою жизнь. Не спеши отправлять письмо, не рассказывай никому о том, что ты видел. По крайней мере, пока не вернёшься домой, где мы сможем спокойно всё обсудить. Береги себя, буду ждать и здесь. Это Матильда. Ага, понятно. Действительно. Действительно, это соответствующая жертва. Вот. Мне показалось, как будто я слышу что-то дыхание. Нет? Ну, типа... А, это альтернатив. Хм, странно. Так, ладно. О, красиво. Так, мы всех убили, кто-нибудь ухотели. Можно подняться на третий этаж. Да? Очень интересно. Так, ну, ближайшая руна там внизу где-то, видимо, за стеной. Амулет, кстати, поближе. А, он прямо здесь лежит, да? Там ладеется. Он спиной стоит, всё нормально. Так. Чё бы мы взяли? Большие лёгкие, вы держите больше и больше воздуха под водой. Окей, ладно. Так, ну ладно. Давайте считать, что этому гвардейцу повезло. А может, и нет. Давай считать, что ему... Всё. Ну, в общем, им не повезло. Вот, я всё хотел сказать, что им не повезло. Вот. Эмили Колдвен, они ищут Эмили Колдвен. Запрыгивай на шкаф. Так, и мы, наверное, можем подняться сюда, да? Можем. Так, окей. И теперь мы можем переметнуться сюда. Супер. Ну, Элиз, не понимаем, что происходит. Ох. Почему в Эдермеере два отряда охренят эту женщину? Она там, правда, одна? Что, бутылка, арбалетные болты? Окей. Вот. Надо попасть в кабинет доктора Беккипати. Может быть, мы сейчас это сделаем действительно поумнее. И пока... Конкретно нас никто не обнаружил, вроде, да? А, нет, один человек обнаружил. Так что стелс закончился, в общем. Вот. Мы почти пришли в её кабинет, в общем. Но я, как обычно, если помнить, я хочу убивать. Сегодня банный день. Праба, мне уже тошнит от собственной войны. А где? Где тебя тошнит? А, вон он ты, да? А ты один? Ты один? А, вон тебя тошнит. Один ты, нет? Так, вроде я успел его убить, пока он... А где второй? Он же не один, он же с кем-то разговаривал, или мне показалось? Опа! Прикол! Я его спил. Классно, это было классно. Я не знал, что я так умею делать. Но, оказывается, я так умею делать. Так, окей. Да, это было очень хорошо. Вот, обожаю по крышам передвигаться, если что. А, кстати, я все пропустил руны и амулеты. Вот, но сейчас я не пропущу. Заливной угрь. Есть. Так, ну, руна у меня сейчас только одна, да? Я зачем-то вызвал наверх лифт. Так, теперь у нас ближайшие... Сейчас. Ближайшие где? Один амулет, смотри, прямо наверху. Черный амулет. О, интересно, подожди, подожди. Надо залезть за черным амулетом-то. А как туда попасть, интересно? За черным амулетом-то залезть надо. Ну, как-то... А, не, все нормально. С яичками черный амулет лежит. Так, давайте посмотрим. Это черный амулет. Твердое приземление. При падении вы бьете ударной волной по ближайшим врагам предметом. О, это интересно. Давайте. Я согласен. Монета, монета. Хорошая птичка тут живет. Жила. Так, окей. Я вызвал зачем-то лифт. Возможно, как бы... Так, еще раз. Что там с амулетом? Как он работает? Он работает так. При падении вы бьете ударной волной по ближайшим врагам и предметам. И это работает всегда? Ну, непонятно, как это работает. Так, прежде чем мы сейчас опять... Прежде чем мы дальше наверх пойдем, у меня вопрос в следующем. То есть офис гепатии здесь? Ух ты, блядь! Это чуть... О, вот сейчас, видимо, волна, да, сработала? Я чуть не умер. Ух ты! Кто-то меня услышал. Так. Ближайшая руна 37 метров, да? А нет, 15 метров. Так, смотри, выходит, выходит, выходит. Выходит, выходит, выходит. Там же еще второй был, нет? Ага, я получил ачивку за уничтожение десяти врагов в прыжке. На, нахер. Так. Так, ну мы дошли до ее кабинета. Это хорошо. Собственно, на лифту можно было сюда, видимо, приехать, да? Что там, выше кто-то есть? Или ниже? Непонятно. Так, а выше... Тут ловушка была, я не заметил. Ой, а лошара. Лошпехная. Ага, тут нужен ключ, да, Гамильтона. Попасть туда, наверное, так просто. Хотя нет, наверное, этим... Нет, лифта двери нет. Доктор Александр Гепатия сегодня не будет работать в своем кабинете. Она будет находиться в отделении для выздоравливающих, доступ к которому запрещен. Просьба не беспокоит. На всякий случай я оставлю ключ доктора Гепатии в ее кабинете. Еще кое-что. Сторож Гамильтон будет содержаться в лечебном отделе, пока я не допрошу его и не решу его дальнейшую судьбу. Он заперт небольшой оранжерея. Разговаривать с ним или заходить в указанное помещение запрещено. Капитан Рамирес. Так. Так, собираем все предметы. Вот и сертификаты всякие прекрасные. Аудиограф. Провалы в памяти случаются все чаще. Меня терзают... Кто? Беспокойные сны. Мне придется отдохнуть. Герцог Габбелл поначалу оказался очень заботливым, но я постепенно становлюсь пленницей в собственной лаборатории. Солдат не беспокоит меня, но я ощущаю постоянную слежку. Больше всего меня огорчает то, что я не могу посвятить себя работе. Моя жизнь наполнялась смыслом заботы об обездоленных, о шахтерах и их семьях. Когда я слышу об учебной вспышке лихорадки, о шагахах по шахтерской жизни, мне больно от того, что я не могу быть с ними, облегчивать их страдания. Вы шахтеры! Так, записка сторожа Гамильтон. Доктор Гепатия, знаю, вы сейчас очень заняты опытом и все такое, но с тех пор, как вы в милости у герцога, я подумаю, что было бы неплохо найти денег на ремонт подвала. Большую часть персонала уволили, в одиночку я с потопом не справляюсь, так что просто заморвал дверь. В будущем это очень повредит здание. Кроме того, там хранится барахло сейчас был их времен, кое-что выглядит очень довольно ценно. Джо Гамильтон. Окей, я предлагаю здесь остановиться. Уровень, такое ощущение, что поменьше предыдущего, но, наверное, на самом деле тоже большой. Вот. Итак, сохраняемся и выходим. Почему мне постоянно напоминает, как кидать бутылку, я вот это не понимаю. Спокойной ночи.